На украинские дороги возвращаются радары и контроль скоростного режима. Такое решение было принято в связи с рядом масштабных смертельных ДТП, которые произошли в последнее время. Я напомню, 20 июля в катастрофах погибли более 20 украинцев. Поможет ли быть забытый способ проверки скорости избежать такого количества смертей, разбиралась Любовь Кукла. Машина летела через два фитрофора червоных. Через первый червоный светлофор она встигла пролететь, а на другом червоном светлофоре она зачепилась за другую машину и отрекошел на зупинку. На эту остановку Владимир пришел впервые за почти полтора года. Прошлой весной сюда на бешеной скорости влетела машина. В это время люди ждали транспорт. Мином 150 км за годину было. И водитель даже не пригольмывал, он просто снис всех людей на зупинке, которые стояли. Людей разбросало будто кегли в боулинге. Дальше сущий ад. Десять дней в коме, лекарям вообще никто не мог ничего сказать, чи я выживу или нет. Был на аппарате штучного дыхания. Были переломаны ребра, таз, розтрощенная стыкновая кистка, сплющенные легенды. Виновник ДТП моментально скрылся с места аварии. Был он пьян или нет, остается загадкой. Ведь задержали его только спустя два дня. Так скрываться от правосудия удается не всем. Это Андрей, он тоже пострадал в ДТП. Я столкнулся с двумя водителями такси. Здесь наглость попросту зашкаливает. Один из таксистов был пьян, другой под дозой. Андрей в аварии почти не пострадал, досталось только его пассажирам. У одной девочки сломанная ключица, делали операцию, вставляли пластину, у второй девочки был сломан нос. Среди лидеров, но не к счастью, а к сожалению, Украина в шестерке стран в Европе по количеству ДТП. Каждый день появляются шокирующие сводки, которые стали привычным новостным фоном. Убитые и раненые и не на фронте, а на украинских дорогах. Каждый день в Украине погибает 10-15 украинцев. Возрастом обычно 25-35 лет они просто гибнут. И еще 20-30 человек становятся инвалидами, получают тяжелейшие травмы. В чем причина? Пьяные на дорогах, коррупция в кабинетах и права в подарок? Чаще всего причинами смертельных тяжелых аварий является человеческий фактор. Это значительное превышение скорости. Это употребление алкоголя, причем не в дозах, там, бутылка пива или бокал шампанского, или два бокала вина. Речь идет о 300, 300, 400, 500 граммах водки. В соотношении с теми опьянениями, с теми промиллями, которые мы встречаем. И плюс, конечно, это пренебрежение ремнями безопасности, из-за чего происходит большая часть смертей. Но это далеко не полный список, почему мы одни из лидеров по количеству ДТП. Еще одна причина сами же дороги, а точнее их состояние. А еще транспорт, который очень часто непригоден для перевозки людей. Но, видимо, этого было мало. Чего стоит одна черная пятница, 20 июля этого года. В тот день аварии унесли жизни более 20 украинцев. 15 из них погибли в злополучных маршрутках. Теперь в министерстве бьют тревогу, собираются вернуть на дороги радары. Но когда это будет, неизвестно. Как и то, когда же на всех украинских трассах появятся долгожданные камеры для скоростного контроля. На это так и не выделены деньги. Рахунковая палата тогда еще заявила, что нужно миллиард гривен, чтобы полностью по Украине впровадить эту систему. В этом году в бюджет в бюджет небольшая часть этих денег, которая позволит, возможно, для многих величезных мест решить это вопрос. А, возможно, и не позволит. Но никакие камеры, наказания и ужесточения не помогут, пока мы сами не научимся не превышать, не нарушать и не садиться пьяными. За роль. Любовь Кукла и Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.